Зеленский после представления Плана Победы провел двухчасовое совещание в Раде. Президент Владимир Зеленский после представления Плана Победы в Верховной Раде провел совещание с парламентариями. Оно длилось два часа. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на спикера Верховной Рады Русла Стефанчука, в эфире телемарафона. Презентация Плана Победы в Украинском парламенте — это одна из частей. Потому что после этого президент собрался с руководством парламента, с руководством всех фракций и групп, и около двух часов подробно мы обсудили, что мы понимаем под понятием единства, и там были все вопросы. Каждый из представителей фракций групп имел возможность поставить вопрос президенту Украины. И что самое важно, мы завершили тремя фундаментальными выводами, сказал Стефанчук. По его словам, первое заключение — план Победы поступил в Верховную Раду, второе — парламент приступит к реализации плана, третье — в Верховной Раде нарабатывают общее видение того, как украинский парламент и политические силы будут интегрированы в реализацию плана. Стефанчук сообщил, что Рада будет готовить пакет документов, необходимых для реализации пунктов плана. Также парламент проработает план дипломатического взаимодействия. Приоритетом будут Конгресс США, Европарламент, парламент и Большой Семерки. То есть это комплексный подход, который сегодня предложил парламент. И вместе единогласно все лидеры фракции и групп поддержали все эти позиции на встрече с президентом Украины, добавил спикер. Реакция «Слуги народа». Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахами отметил, что на парламентском совещании все поддержали план Победы Украины. Это еще раз подтверждает, что план Победы — абсолютно реалистичный документ, объединяющий общество в вопросах нашей борьбы и нашего будущего, — добавил Арахамия. План Победы Украины. В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский представил план Победы в войне с Россией. Он состоит из пяти пунктов — геополитического, военных, экономического и безопасности. Также план содержит три тайных дополнения, которые представили соответствующим партнерам. Детальнее о плане Победы Украины и его содержании в нашем материале. Следует добавить, что план содержит призыв к приглашению Украины в НАТО. Украинские дипломаты отмечают, что Украина хочет получить приглашение от НАТО, пока Джо Байден остается на посту президента от США. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...